Террасы подвержены воздействию механических нагрузок, а также неблагоприятных атмосферных условий. Среди факторов, чаще всего вызывающих повреждения террас, следует перечислить циклическое замерзание и оттаивание воды, шоковые колебания температуры, а также водяной пар, проникающий из помещения под террасу. Компания QuickMix предлагает комплексную систему материалов для террасы, которая гарантирует безаварийную эксплуатацию террасы. Начинаем работы с выполнения наклонного слоя. Рекомендуем использовать цементную стяжку ZE04. Минимальная толщина стяжки ZE04 не может быть меньше 5 см. Кроме того, стяжка должна быть армирована для предотвращения усадки. В случае террасы над отапливаемым помещением, под наклонным слоем должна быть предварительно уложена паронепроницаемая изоляция, а также термоизоляция. Во время укладки наклонной стяжки вдоль края террасы в свежий раствор ZE04 необходимо вдавить специальные планки PCV. На следующий день после укладки стяжки планки PCV убирают. В слое стяжки ZE04 остаются тщательно выдавленные углубления, в которые монтируются алюминиевые террасные профили. В случае больших террас уклонный слой должен иметь расширительные швы в соответствии с правилами ведения строительных работ. После схватывания стяжки приступаем к последующим работам. Основание должно быть чистым, прочным и без трещин. Цементное молочко и любые загрязнения следует удалить. Основание должно иметь наклон около полутора процентов в сторону края террасы. Приступаем к монтажу алюминиевых профилей. Необходимо тщательно измерить длину профиля, затем отпиливаем профили нужной длины пилой для резки алюминия. Не допускается резка профиля с помощью инструментов, вызывающих нагрев металла, например угловых шлифмашин. Во время предварительного монтажа намечаем места, в которых будут сверлиться отверстия для пластиковых дюбелей. Дюбери следует устанавливать примерно каждые 50 сантиметров. Монтажные отверстия просверливаем сверлом диаметром 8 миллиметров. После высверливания отверстий устанавливаем в них пластиковые дюбели. Впитывающие основания грунтуем универсальной грунтовочной эмульсией UG. Грунтовка выполняется с целью выравнивания впитывающей способности основания, а также увеличение адгезии изоляционного слоя. Для герметизации соединения алюминиевого профиля с наклонной стяжкой край террасы следует покрыть тонким слоем герметизирующего раствора FES-2K. После тщательного вымешивания сыпучего компонента с жидким с помощью мешалки на низких оборотах и выдерживания около 2-3 минут герметизирующий раствор FES-2K наносим на край террасы с помощью малярной щетки с длинным ворсом. Монтаж профилей начинаем с предварительной установки угловых террасных профилей. В свежий слой герметизирующего раствора FES-2K кладем отпиленный по размеру металлический профиль. Алюминиевые профили дополнительно закрепляем с помощью шурупов с плоской головкой. Затем монтируем отпиленные по размеру прямые отрезки террасных профилей, таким образом, чтобы между отдельными профилями оставались расширительные швы шириной минимум 2 миллиметра. Во время монтажа алюминиевых террасных профилей необходимо помнить о монтаже пристенных бордюров, которые защищают фасад от загрязнения водой, стекающей с поверхности террасы, а также соединительных элементов, скрывающих места соединения отдельных террасных профилей. Расширительные швы между профилями заполняем сериконовым герметиком. После завершения монтажа алюминиевых профилей необходимо выполнить водонепроницаемый изоляционный слой террасы. Герметизирующий раствор FES-2K наносится на поверхность террасы с помощью шарной щетки с длинным борсом. Изоляционный слой необходимо вывести на стену здания, а также на порог балконных дверей. Изоляционный слой следует укладывать за два рабочих цикла. Общий расход герметизирующего раствора должен составлять около 4,5 кг на метр квадратный. Соединение террасной плиты со стеной следует герметизировать герметизирующей лентой DBF. Герметизирующую ленту DBF следует вклеить вдоль установленных ранее алюминиевых профилей, а также вдоль расширительных швов стяжки. Второй слой герметизирующего раствора наносим с помощью терки только после высыхания первого слоя. Во время выполнения изоляционного слоя необходимо обратить внимание на то, чтобы герметизирующий раствор не заткнул водоотводящие отверстия в алюминиевых профилях. После высыхания герметизирующего слоя FDS2K раскладываем на поверхности террасы дренажный мат. Отдельные полосы дренажного мата соединяем внахлёст с помощью выступающей сетки из стекловолокна. Края дренажного мата просунуть соответствующие выемки алюминиевых террасных профилей. Затем всю поверхность дренажного мата зашепкливать высокоэластичным клеевым раствором FX900. Плиточный клей необходимо тщательно перемешать с водой в количестве около 5,5 литров на мешок. По прошествии около 2-3 минут раствор необходимо еще раз тщательно перемешать. Дренажный мат снижает термические напряжения между керамической облицовкой террасы и основанием. Кроме того, ускоряет отвод воды со слоя под плиткой. По прошествии около 24 часов можно приступить к приклеиванию керамической плитки. Рекомендуем использовать высокоэластичный клеевой раствор FX900. Керамическую плитку на террасе приклеиваем комбинированным методом, то есть плиточный клей наносится на балкон, а также на изнаночную сторону плитки с помощью зубчатой терки. Такой способ укладки исключает появление под плиткой пустых пространств, увеличивает стойкость керамической облицовки к воздействию атмосферных факторов, а также точечные механические нагрузки. Керамическую плитку при приклеивании нужно тщательно прижать, затем слегка переместить и поставить на нужное место. Между крайней плиткой и алюминиевым профилем нужно оставить расширительный шов шириной минимум 5 миллиметров. Для получения одинаковой толщины швов рекомендуется использовать дистанционные крестики. Предлагаем использовать плитку светлых цветов, морозостойкую и антискользящую. С помощью уровня нужно проверить правильность укладки плитки, а также уклон террасы. По прошествии около 2-3 дней после схватывания и высыхания клея можно приступить к затирке швов керамической плитки. Щели между плиткой тщательно очистить, удалить остатки клея. Для затирки швов на балконах рекомендуется использовать быстро схватывающую затирку FF911. Эта затирка предназначена для затирки швов шириной от 2 до 12 миллиметров. Содержимое 5 килограммов упаковки тщательно перемешиваем с примерно 1,2 литрами чистой воды до момента получения однородной консистенции. Примерно через 3 минуты раствор необходимо еще раз тщательно перемешать. Тщательно заполняем швы между плиткой и затиркой. По прошествии около 30 минут поверхность плитки нужно несколько раз протереть влажной губкой. Последним элементом работ является заполнение щели между керамической плиткой и террасным алюминиевым профилем. Сначала вдавливаем в щель дилотационный шнур диаметром 6 миллиметров. Затем заполняем щель силиконовым герметиком. Таким же образом заполняем силиконовым герметиком шов между плинтусом и полом террасы. По прошествии около 24 часов террасу можно эксплуатировать. Алюминиевые профили позволяют быстро и легко осуществлять монтаж кронштейнов водосточных желобов. Кронштейны следует устанавливать каждые 50 сантиметров. Кронштейны крепятся к профилю с помощью двух нержавеющих шурупов. Эллиптические отверстия позволяют закрепить кронштейны с требуемым наклоном в сторону спускной трубы. После закрепления кронштейнов водосточных желобов в них следует установить желоба из PCV. Преимущества комплексной террасной системы QuickMix. Гарантированная герметичность полимерно-цементного эластичного герметизирующего покрытия FDS-2K. Инновационный клеевой раствор FX-900, производимый по технологии Trustec. Высокая стойкость системы к термическим нагрузкам и ультрафиолетовому излучению. Эффективный и быстрый отвод дождевой воды с поверхности террасы, а также подплиточного пространства. Снижение сдвигающих напряжений между керамической облицовкой и основанием террасы. Простой монтаж алюминиевого профиля кронштейнов водосточных желобов. Эстетичная отделка края террасы с помощью алюминиевого профиля. Прочная антикоррозионная защита алюминиевых профилей полиэфирной пленкой следующих цветов. Серый, коричневый, графитный. Тщательное выполнение показанных в ролике работ гарантирует многолетнюю эксплуатацию террасы без ремонта. Продолжение следует...